I have ways of blowing things off Итак, у нас здесь На грузовике крупная надпись Human War Human Ox Human Ox Это у нас Статуя всадника На островке в центре дороги возвышается Странная статуя, обращенная к морю Похоже, что ее собрали по кусочкам И закрепили Кстати, да, голова-то оторвана Что ее собрали по кусочкам И закрепили в воздухе при помощи Многочисленных тросов и штырей Кто это? Серебристая табличка на пьедестале Статуи гласит Я Филипп III Расточительный Величайший из филиппийских королей Ревашоля Сын Филиппа II Зажиточного Отец Филиппа IV Безумного Статуи замечаешь Нечто странное Какие-то вмятины на грудном доспехе короля Среди филиппийских королей Старый Даже среди филиппийских королей Старый Филипп Расточительный Славился своим Мотовством Ну, он промотал всю национальную казну И так начался закат Одной из величайших держав Позапрошлого века Сузеренного государства Ревашоля Его бестоланное правление В конечном итоге Привело к падению монархии Во время предвековой революции И так прервалась его и династия И закончилась эпоха монархии На всем островолийском изоле Угу Как им удалось спустить всю национальную казну Рассказывали, что он Что он свою спальню превратил в сокровищницу Где хранились неописуемые богатства Крюгеранды, золотые слитки Украшенное оружие, доспехи и всякая утварь Он называл ее Сол Аорум Это была вопиющая непристойность Кроме того, говорили, будто Будто бы вместо обычной человеческой кровати Он спит на груди позолоченных перьев Как какой-то разжиревший дракон Смоук, ты ли это? Король есть король Что, правда? Не может такое быть Отвратительный фарст Неудивительно, что все скатилось в дерьмо Погоди, ты еще не слышал о его знаменитом пристрастии к кокаину Что-что? Видишь ли, старый Филипп был не только талантом в области Разбазаривания казны на золото и церемониальное оружие Он был выдающимся ценителем пудры для носа Это в голове не укладывается Выходит, он любил припудрить нос? Жирный торчок, значит? И где он сейчас похоронен? В холодных водах Астровалийского залива, куда революционеры выбросили его останки, опустошив королевский мавзолей Что случилось со статуей? Оригинал взорвали коммунары, а потом она дополнительно пострадала при посадке воздушных кораблей коалиции во время революции начала века, когда Мартинес сравняли с землей Впрочем, большинство историков считает, что успешная высадка коалиции в конечном итоге спасла статую Будь у коммунаров больше времени, они бы разнесли ее на совсем крохотные кусочки А кто восстановил тогда и зачем? Несколько лет назад группа либерально строенных личностей с художественным уклоном, в основном дизайнеров, решила, что иронично будет восстановить статую самого расточительного правителя Ревошоли в самой бедной части города Я понял, это символизм Статую должна передавать застывший во времени момент, когда взрыв разнес ее на части Редкая бабочка, пойманная в янтаре, плывущая по морю из дерьма Нет, это хорошая идея Жители Мартинеса с этим скорее не согласны, также считают и многие выдающиеся художественные критики лидеры Мнения более тонко понимающие общественное сознание, чем юные иронические акционисты Эти критики, впрочем, могли ошибаться, тут есть нечто большее, чем просто ирония Но ты точно не можешь сказать, что, возможно, ответ на эту художественную загадку придет к тебе позже Сам же Филипп III, расточительный, бронзовый, вознесенный высоко в небо, не обращает никакого внимания на то, что Ширномасы думают о нем после смерти Не то, что бы при жизни его не заботило Какие вмятины, что я вижу Так, ну хорошо, уходим Воу-воу-воу, это надо, это надо поговорить с самим собой Эквилибристика, ух ты, ну и трудяга Реально? О да, ты вечно охлопочешь, настоящий добыча, работа тяжелая, но ты честно вкалываешь и зарабатываешь Я вкалываю? Это ты о чем? Да ты только посмотри на себя, настоящий шагомер в человеческом обличии С момента своего возрождения должно быть уже 200 тысяч шагов пробежал по растревоженному асфальту в мозаике, песку и линолеуму Верный знак, что ты настоящий деляга, мир суров, люди твари, но ты не виноват, ты не даешь себя сломить, ты крутишься Ах, не уверен, что я так хорошо кручусь Еще как крутишься, ты делаешь деньги Жаберки на месте, и под жаберками я имею ввиду все черные бумажки с лицами светочи Ты мастер добывать франконегра и соло Это не просто, но ты тащишь, дано денно и ношно, правило выдумал не ты, но ты победил по жизни И коп, и спринтер, и денежный принтер И коп, и спринтер, и денежный принтер, черт, ради этой фразы стоило сюда нажать Ну да, я правда взял взятку от этой Джойс Наотмаш принял, ты настоящий хищник И что, просто было? Просто жизнь? Проста жизнь? Не то чтобы... А, что не было сердечного приступа, не будет панической атаки, не хочется засунуть пистолет себе в рот и стрелиться, и все же ты крутишься, без обеда и выходных, крутись или умри А теперь, спроси себя, удалось ли тебе разбогатеть? Нет, не совсем То-то и оно Ты пашешь как волк, почти загнал себя в могилу, а сам практически бомж Как это вышло? А-а-а, из-за алкоголизма? На рынке коррумпированных копов, так-то так, сраные налоги, не знаю, правда, почему я такой? Все из-за налогов Кровавая гибня запустила свои лапки и ручонки в твои карманы, ворой у тебя всякий раз, когда ты покупаешь, продаешь, гуляешь, говоришь, пердишь и делаешь лишний чех Я думал... Это, кстати, риторика, а не квилибристика, это разные голоса в нашей голове Я думал, в паутиненном государстве, коим является ревошоль, налогов почти нет Я думал, у нас нет налогов Я тоже так думал, но ведь есть способы костного налогообложения, налог на продажи, акцизный сбор, налог на пользование недрами, налог, у которого даже нет названия, еще есть А еще не забывай обо всем, за что приходится платить людям в других странах, из-за чего они потом хотят больше денег от тебя Паутинное государство это нефть Суммарно коалиционное правительство забирает себе 98% всех твоих денег Офигеть, кажется тебе Я сторонник свободного рынка, уверен, цифра кажется довольно большой Это совершенно не помогает мне решить проблемы с деньгами, а лишь А что мне даст эта мысль, если я соглашусь Настроят меня против государства А, свободный рынок, я не против свободного рынка О, новая мысль, блин Давай, давай, Деляга, принимай и проведет праведный бой Свободный народ, будь в топе, будь с собой, будь в гневе всякий раз, когда поднимает вопрос налогов Ну, эту мысль я никак не могу развить, потому что Смотрите, сколько здесь мыслей, ёлки-палки А качать я могу одновременно только 12 мыслей, да? Получается, некоторые мысли мне потом придется забывать Ну, открыть всю вот эту таблицу, я думаю, стоит Она слишком много бонусов дает Хорошо, так, ладно, ящик Майка Я не уверен, что я хотел это брать, ну ладно Ты кто такой? Руины, засыпанные снегом Здесь больше никто не живет Кстати, снег идет Кто-то ей говорит, что спать на лавочке ночью было бы, наверное, не лучшим решением Я рад, что мы нашли деньги 75 075, эх, если бы 75 Так, дружище, а ты кто такой? Ты что же водитель грузовика или где? Дальнобойщица Опа, невысокая морщинистая женщина не обращает на тебя внимания Она качает головой под музыку своего радиоприемника В руке она сжимает фотокарточку, на лице у нее теплая улыбка Эта фотография Амбрати по времен рубежа веков Золотая, как ее улыбка Хех, щелкнуть пальцами у нее перед носом Прошу прощения, уважаемая, я хотел бы задать вам несколько вопросов Давайте так Если вы хотите ее внимание, надо быть настойчивее Дважды щелкнуть Где я? Кто ты? Как фокусник, выводящий добровольца из гипноза, ты выдергиваешь ее обратно в реальность Я надеялся, что вы мне это скажете Неважно Теперь я вспомнила Я все еще торчу в этой пробке в 50-х Добавляет она с отвращением Погодите Что такое плохое в 50-х? У мужчин маленькие челюсти И все сделано из пластика Зачем вам столько пластика, умоляется она Когда можно сделать мир из янтаря? А где вы могли бы быть? В Меске В Меске Времен революции Лука возвращается на лицо На тротуарах и в кафе Повсюду были молодые люди Я шла на новый фильм о Бояр О Боядеро с Габриэлем Буэнгерро Она бросает на тебя обвиняющий взгляд Кто такой Габриэль? Вот это Габриэль Буэнгерро Он показывает тебе фотокарточку в роскошной интернерапке Посмотрите С фотографии на тебя глядит странный Статный красавец с широкополой шляпой Волосы у него черные, как смоль А нижняя челюсть самая точеная из всех, что тебе давалось видеть Он был величайшей звездой своего времени Девицы падали в обморок в проходах синематографа Когда канун появлялся на экранах А шкалеры заучивали его реплики наизусть Она откидывается, любаясь вызванным в воспоминаниях миром Скорее всего, этот мир существовал только в ее воображении Ну и скорее всего, она до сих пор живет в прошлом Так-то Я так понимаю, в молодости вы жили в Меске Кто-то жил Она кивает, словно Смысл ее слов должен быть Должен быть определенный ясен Кто-то Разве не ваши воспоминания? Это чьи-то другие воспоминания Мальчик вдруг становится неприветливым Какая разница, мои они или нет? Они прекрасны Только это имеет значение Только это имеет значение Прекрасны, правдивы И они победят Они идут за этим Ты знаешь Она глядывается вокруг За всем этим За всем чем? Миром? Настоящим? Ну, извините, да Это не грезы Законник Я была там Стояла ранняя весна И только-только Вышел мужчина За черным солнцем Плакаты были высотой метров 20 Все было золотым Она прищуривается Похоже, смиривает тебя взглядом Пока вы тут грызли И друг с другом Из-за своей ничтожной революции В Меске был золотой век Республика Меск Крупное конфедеративное государство На изоле Мунди Самая большая по территории страна мира Это петрократия Конституционная монархия И с недавнего времени Изгой Из-за прихода к власти Крайне правых сил Что же, у меня есть к вам Пара вопросов Почему бы и нет? Все равно мне нечем заняться В этой двери Она вновь облокачивается На перила своего грузовика За ней На приборной панели Виднеются горы Сувениров Фотографии безделушек Ну, давай сначала Что вы перевозите? Бриллианты Правда, что ли? Конечно, нет, говорит Она ухомыряется Но правда, было бы чудесно Будет так Вероятно Ну, что на самом деле Перевозите? А пожимать плечами? Какое барахло Мне грузят, то и вожу То есть вы не знаете Что погрузили в собственный грузовик? Я давно перестала об этом беспокоиться Беспечно улыбается Кроме того, я вожу грузовик Не ради грузов Если ты понимаешь, о чем я А что, если грузы кажутся контрабандой? Знаешь, что она кажется контрабандой? Законник А что, хочешь засадить старую женщину? Давай брось меня в клетку Как Эрмингильдо по прозвищу Злая рука Злая рука по прозвищу А, Злая рука Эрмингиль по прозвищу Злая рука Задушил три сотни человек Но что тут сказать? Некоторые хлебом не корми Дай кого-нибудь задушить Чувак просто фанат удушья Ну ладно И все же я до сих пор не понимаю Что это за история с Габриэлем Буэнгерро Конечно, не понимаю Чтобы на самом деле понять Буэнгерро Нужно послушать в западной долине Буэнгерро Буэнгерро Сокращенно Буэнгерро Пастухи с верхней реки Магриты Перегоняющие скот по великим степям северного Меска Это закаленные жизнью индивидуалисты и первопроходцы Ясно А что это? У меня и так хватает непрослушных песен Погодите, песня! Мне же нужна песня, чтобы спеть! Давай! Это старинная баллада о девушке, которая влюбилась в храброго Буэнгерро Она обещает жениться Он обещает жениться на ней, как только вернется в западной долине Я так понимаю, этого не происходит? Нет, конечно! Буэнгерро возвращается в западную долину Изменившимся однажды вечером Они с возлюбленной прогулялись по берегу реки Магрит И она просит его отказаться от разъезжей жизни И, наконец, осесть На фоне нарастает звук Оркестр свою мелодию доводит до крещендо Наезд экран особо заполняет молящиеся глаза девицы юной Кажется, я знаю, чем все закончится Ну вот давайте вот так Нет, Буэнгерро душит свою любимую Выбрасывает ей тело в Магрит А потом скачет прочь, потому что его зовет западная долина Ну я, в принципе, так и думал, что он ее бьет Просто я думал, что застрелит Прекрасная песня Прекрасная, настоящая Буэнгерро Нужен весь мир до горизонта Ни один мужчина или женщина не может Приковать его к одному месту Его любимая была эгоисткой Она не понимала, что это такое любить Буэнгерро Короче, понятно Буэнгерро как раз и есть те самые эгоисты Но ладно До того, как я пришел, вы казались какой-то Далекой Эта пожилая женщина явно не в себе Думаю, нам лучше оставить ее в покое И пока не тревожим Он не считает ее контрабандисткой Слыхал, законник? Твой напарник не очень-то хочет, чтобы ты проводил со мной время Стоит ли водить грузовик? О, не переживай за меня Я здесь одна из лучших Комменнирус Я езжу маршрутами, которые Которые не поет ни один другой Что за маршрута? Край Ломоносова Удачная земля Западная долина Она кивает вновь, закрывает глаза Отпуская разум Свободное плавание Транскатлийский Транскатлийская магистраль Такая-то Эшстрадас Думирадор Блин, чуть ли не Мордор Все самые лучшие Глубокие канавы Где летают сойки Она вновь открывает глаза И поеживается Я в некотором роде эксперт по Отключке И вам не мешало бы Последить за моим состоянием Да ладно Вот это вот я думаю Так вперед, законник Расскажешь потом, когда их найдешь Мне прям не терпится Почитать этот доклад И меня для этого разбудил? Похоже, вы неплохо разбираетесь в наркотиках Для чего мне наркотики, законник? То, что я вижу и чувствую Великий враг Низкие наркотики Никакие наркотики с этим не сравнятся Враг? Да Во всяком случае История есть Протагониста Показывают на перекресток И есть Адверсарио Я на стороне врага И это Из этого рейса Не возвращаются Эти эпитеты Кажется, тебе знакомы Великий враг Великое волнение Я не об этом хотел сказать А как бы Мне Испытать такие ощущения Если ты не знаешь Что Она отмахивается от тебя Небрежным жестом Быть может Думаю Это на что Вы Продажны Я хотел спросить Согласитесь Либо заняться Контрабандной Перевозкой Наркотиков Ира Чего мне это делать? Ради Ради коммерции Ради вещей Ради вящей славы Мировой Республики Не знаю Из-за азарта Преступной жизни Блин Даже не знаю Что из этого выбрать Вот это может быть Законник О чем В имя Баков Ты говоришь Вывозите наркотики Через терминал Может Она с хрустом Пожимает Получение Может быть Скорее всего Нет Как бы то ни было Мне все равно Как вы можете Не знать Что Так Вы говорили Что не знаете Что за грузы Перевозите Могут быть Наркотики Только в этом месяце Я положила Полдюжины Раз Ездила Из Сарамеризы В град По У41А Как ты думаешь Что возят Из Сарамеризы В град Законник Я не знаю Поэтому спрашиваю Бриллианты Законник Очевидно же Ухмыляется она Я не спрашивал вас О бриллиантах Не так ли Для До них У меня нет Никакого дела Ну как Кто бы это мог быть Это просто Того худощавого Что считает себя Поэтом Никогда нельзя Доверять поэтам Она ухмыляется К тому же Он единственный Кого мне отсюда Видно Ага Они Ну Тут Говорит Не я Она Говорит Не я Это правда Все остальные Не попадают В ее поле зрения Я не спрашивал С бриллиантах Не так ли Бриллианты Тебе понравились Безаконник Попробую Как-нибудь Ты станешь Красивым Как Ева Гриллианты Ну хорошо Если вы не связаны С перевозкой наркотиков Чего вы здесь ждете А чем мне куда-нибудь уезжать Тут вполне неплохо Я могу слушать музыку Или крик чаек Смотреть на цвета И образы этого мира Все это суета Она очищает Готовит для новых ощущений Или Я могу расслабиться И позволить разуму Унести меня обратно Далеко-далеко На великие равнины Я думаю у нас здесь все Он захлопывает блокно Чтобы Придать вес словам Да Доступай Достаточно суеты Мне пора возвращаться в Меск Я голос затихает Так это я там майку подобрал Да А майка у нас Грубая сила А вместо чего А вместо рубашки Она у нас оденется А рубашка у нас Концептуальность Ну она у нас с дебафом Кстати Это жаль Но я бы не одел майку Под пиджак Это будет выглядеть Отвратительно Смотрите Что это такое Еще и галстук Хотя я понимаю Что мне нужно Скорее ориентироваться На Какие-то статы Но все же Так Получается С двумя водителями Мы поговорили Мысли у нас развиваются Так А вот ты что за тачка Иномарка В хорошем состоянии Спасибо Карл Так Тут у нас Тачка Да Которая происходит Там тачка Тут стачка Ну-ка ты кто такой Вероятно Раньше В грузовиках Хранились топливо А сейчас Спиртное Знаете Что я начал думать Еще кстати В следующей серии В следующей Ничего я говорю В прошлой серии Еще начал думать О том Что возможно Линчевание Которое произошло Оно произошло Не просто так А Тоже было частично Связано с наркотиками И вошел таки Грузовой порт Я могу Кстати А вот этот чувак Он не выглядит Слишком уж большим Помните Мы говорили Про человека Весом В районе 150 килограмм Уж не вот этот Бугай Он не толстый Но он просто Огромный А вот это Что такое А это деньги Кстати Я их заберу В моем положении Сейчас Любая копейка На счету Так Ладно У нас есть Вот этот Вот парень Не знаю Вот у места В порту Посмотрите На эту рожу Блин Дальнобойщик Расист А То есть Это просто Его Характеристика Добро пожаловать В Ревашоль Объявляет Грузный мужчина Реплика Обращена Не к тебе Она для Кима Он Расист И обращается К азиату Почему Почему Так обращаешься К мою напарнику Не надо Мне этих Тут добро Пожаловать Рябка Лейтенант Мой дед Приехал сюда Из страны Где 3000 лет Процветала Российская Изоляционистская Культура И твои предки Явились на этот остров Жалких Три сотни лет Назад Все научные школы И все правительства Терпели В Ревашоль Только неудачи Но я все равно Люблю этот город Он принадлежит Мне точно так же Как и принадлежит тебе Да Скажи ему А не обращать На тебя Внимание Такие люди Как вы Разделяют Ревашоль А он Не обращает На тебя Внимание То есть На меня В смысле Такие люди Как вы Разделяют Ревашоль За вас Нам всем Гораздо Сложнее Выкарабкаться Из этого Лимба Куда Обратила Нас Война Он хочет сказать Что зацикленность На Ревашольской нации На самом деле Мешает Самоопределению Ревашоля Мешает Самоопределению Ревашоля Он прав Ты подрываешь Все наши шансы На самоопределение Да ладно Что-то набросилось На этого парня Выходит Мы все же В лимбе Это уже Которая мысль У нас про это Ну ладно Тебе мужик Я просто сказал Добро Добро пожаловать Ревашоль Такая фишка У шоферов Я очень хорошо Понимаю Что вы сказали Вы думаете Что таким Как я Здесь не место Что должен Поберечься И вести себя Тихо Но видите ли В чем дело Я сотрудник РГМ Моя работа Следить за тем Чтобы тихо Вели себя Вы Советую Вам Запомнить Тишина В воздухе Между ними Повисло Тишина В воздухе Между ними Повисло Напряжение Твоему напарнику Нужна поддержка Вот он Шанс Себя Показать Ну Я думаю Мы все Здесь Чему-то Научились Ну Что С этим Так Бизбеким Я с тобой Так Хорошо Получается Это наша Хорошая Возможность Подбодрить Кима Но Как это Сделать Аккуратно Я бы Я бы На самом деле Сделал бы Вот Этот Первый Вариант Но У меня Такое Ощущение Что Это Его Может Обидеть Улыбаться Шоферу Я не хочу Это Будет Какой-то Жест Примирения И сдачи Я бы Вот это Выбрал Давайте Вот так Вы Милая Парочка В курсе Сплевывает Шофер Лейтенант Вздыхает А Выдыхает И возвращается К своему Обычному Спокойствию Ну Что С этим Разобрались Теперь У нас Есть Неск Вопросов Как скажете Господа Полицейские Он Бесстрашно Ждет Сигареты Тлеет В его Пальцах От него Пахнет Мазутом А Дыхание Провоняло Сигаретами И высоким Содержанием Смол Скорее всего Белая Астра Я нашел Кружку В мусоре Твоя Он Смотрит На Кружку С желтым Человеком Потом Вдруг Разражается Хохотом Мужик Это Просто Отпад Нет Ты Поглядишь Что он Творит Давно Я так Не смелся Ну Российская Кружка И Российский Мужик В принципе Можно Было Предположить Так Она Твоя Черт Он Утирает Слез Ну Спасибо Повеселили Но Нет Кружка Не моя Он Живет Не в Мартинезе Чем Сейчас Был Этот Спор Так На Чем Был Спор Это Я Знаю Ты Живешь Мартинезе Что Перевозишь Да Сейчас Как Видишь Ничего Не Перевожу Приехал За грузом Докер Решили Запастов Кабинет Так Что Теперь Только Сидеть На Жопе Остается Насколько Это Уже Длится Так Погоди Какой Груз Должен был Забрать Яблоки И Облоки Так Я бы Сказал Тот Кому И Что Скрывать Облоки Да Яблоки Я так Понимаю Что Ты Чего Это Спросить Ты Грозишь Грозишь Вузовик Возишь Грузовик Что Думаешь О наркотиках Наркотики Это Говно Мужик Я Своё Тело Не Загрязняю Сказал Чувак Блин Центнер Ладно Он Глубоко Затягивается Сигаретой Почему Ты Знаешь Откуда Идёт Вся Эта Дрянь Сарамириза Сафр Имандара Они Берут Папки У наших Торчков И Вкладывают Чтобы Перевозить Что Перевозить Нас В промышленный Сектор Они Знают Что Честная Борьба Нас Не Победит Так Что Надо Как-то Заставить Нас Ослабить Самих Себя Это Рассовый Саботаж Рассовый Экономический Саботаж Значит Ты Не Возишь Наркотики Контрабанды Из Мартинеза Слушай Тут Я Соглашусь Наш Долг Так Ну Он Так Вопоров Тупой Ну Ладно Не Вожу И Не Вывожу Я Никогда Не Придам Частоту Своего Племени Значит Вы Хотите Нам Скаж Что Ничего Не Знаете О Катропаде Наркотиков Через Терминал Б Нифига Не Знаю И Не Знал Б Тебе Не Сказал Выпускает Он Дым Та Че Ты Че До Сих Пор Торчишь Остальные Комнез Почти Разъехались А Ты Как Думаешь Мне Грузовик Был Без Присмотра Бросить У Нас Тут Последнее Время Кражами Балуются Чертов Экип Ты По Ночам Так И Шныряешь Если Они Растащат Мое Добро Начальство Мне Жоп Порвет Так Что Ну Да Ты Видел Неподалеку Большой Грузовик У которого Открыт Прицеп И Из Да Я Знал Водителя Честный Малый Который Любит Свою Страну Мы С ним Как Раз Спорили О Генетике В Танцах И Трепье Когда Какие-то Щенки Кипты Сбили Замок С его Прицепа И Все Растащили Он Из-за Этого Работы Лишился Он Делает Глубокую Затяжку И Кажется Смакует Дым На Вкус С тех Пор Как Может Там Из окна Видно По-моему Нет Хотя Я Не Уверен Что Это Видно Из окна Давайте Вот Откуда Ты Знаешь А Что Нам Уже Нельзя Говорить Что Это Кипты Здесь Все Крадут Это Не Уволю Не Удивлюсь Если Он Наркотиками Приторгует Кто Это Самарец Который Строит Из себя Какого-то Коммерсанта На самом деле Он Просто Распродает Товары Своего Нанимателя Товары Которые Украл Сорвав Почти С грузовика Хьюмонокса Где Мне его найти На Запад Если Запахло Абрикос И Маслом Путил На Наверном Пути Шофер Хрипла Усмехается Собственной Шутки Да Где Он Похоже Я Обидел Твоего Напарника Говорит Он Даже Не Глядя На Лейтенанта Очень Жаль Ну Селение Обычно Можно Найти К юга Отсюда У Канала Но Будьте С ним Осторожнее Все Его Племя Прирожденные Лжицы Это У них С мудрым Видом Кивает Он Потом Смор Затягивает Сигареты Это Твой Это Уверен Надо Послушать Что Он Еще Скажет Сам Сенюэль Похоже Пришла Пора Навестить Наверное Он Ихмыляется Очень Довольный Собой Ладно Тут Мы Закончили Но Видимо Нам Придется Сейчас Пойти К этому Парню Хорошо Итак Он Сказал К югу Отсюда Возле Канала Давайте Мы Еще Наверное Зайдем В магазин Кстати Я Только Что Еще Раз Залез На Стройки Потому Что Мне Кажется Что Они Меня Заглушают А Во-вторых Я Нашел Такую Замечательную Галочку По-моему Ее Раньше Здесь Не Было Мне За все Серии Прилетали Нарушения Авторских Прав Но Оказывается Там Можно Включить Режим Трансляции Это Значит Что Все Треки С Нарушения Авторских Прав Будут Заменяться На Треки Без Авторских Прав Что Есть Несомненно Замечательную Надеюсь Эта проблема У меня Решится Теперь Так Тут у нас Магазинчик О Тут будет Кое-что Интересное Желтые Розы Десятки Роз А еще Тюльпаны Да Ну-ка По радио Играет Меланхоличная Поп Са Сент-Батист Фармасютикс Небольшой Небольшой Шкафчик С медицинскими Флаконами Назальными Спреями И пластырями На упаковках Логотип Сент-Батиста Фармасютикс Продолжен Их логотип Бескровная Роза Белоснежная И ничем Не тронутая Кстати Я переключил Режим Озвучки С полного На классический Я не знаю Чем они отличаются К сожалению Там не описана Разница Посмотрим Продавщица В магазине Фритэ Просто спросите Если вам что-то Нужно из продукции Сент-Батист Мы не продаем Рецептурные лекарства Но у нас есть Назофед Друамин Магни И Гипнограмм Плюс Один Здоровье Плюс Три Здоровья О так Это Хилочки Боевой Дух Ага Слабая Хилочка Сильная Хилочка И Слабые Сильные Хилочки Для Боевого Духа Хорошо Для Чего Эти Препараты Вот Видите Ее Вторая Реплика Уже Не Озвучивается Попробуем Пока что Поиграть На Классическом Не Знаю Я Пока что С этим Обновлением Разберусь Серию Две Это Тоже Получается Вторая Серия Как я С Обновлением Разбираюсь Но Мне Кажется Я Пока Включу Вот Такой Режим Озвучки Посмотрим Как Она Пойдет Дальше Не Пищевая Добавка Гипногамма Замолкает Насчет Гипногаммы Я не уверен Наверное Для того Чтобы Чувствовать Себя Не так Дерьмово Рекомендуется Пользоваться После Вечеринок Напряженной Учебой И физической Нагрузки Можно Поточнее Ну Давай Посмотрим Грядет Озарение А я могу Прямо Здесь Смотреть Королевские Королевства Совести Это Типа Что Она Вот Вот Откроется Или Что Так Хорошо Она Безумно Бездумно Жует Жвачку Не Пардон Я Типа Не Доктор Кто Такой Сен-Батист Ну Сен-Батист Она Кивает На Шкафчик Фармацевтическая Компания Ну Ясно Такая Деваха У нас Сен-Батист Фармацевтикс Так Что Та Что Продает Лекарства Сен-Батист Она Она указывает на шкафчик Вот это Она Права Компания Сен-Батист Унаследовала Свои названия От Одноименного Города Редкий случай Полноценной Этимологии Во всяком случае Известный На данный момент Мысль Мысль завершена Королевство Совести Быстро Она Кстати Развелась Эта мысль У нас Королевство Совести Будет Таким же Как и Сейчас У моралистов На самом деле Нет убеждений Да Никогда Да Иногда Они натыкаются На что-то Словно На игрушку Которую Ребенок Бросил На ковре Такую игрушку Немедленно Нужно Положить на место А ребенок Ребенка Отругать Не знаю Почему Мне что-то Немножечко Напрягает То что Может вообще Просто Озвучку Убрать Ну Просто Голоса Приятные Ладно Я бы Вот Раньше У меня Не было Озвучки Моральной Вот этой Вот У меня были Только озвучки Персонажа И меня это Устраивало Так Ладно Такую Игрушку Да 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 А Ребенка Отругать Центризм Как Никак Не связан С изменениями Пусть даже Небольшими Центризм Это Контроль Над собой Над всем миром Так Осуществляй его Посмотри В небо На темные Силуэты Зависающие Над городом Аэростатов В коалиции Спроси себя Есть ли В морализме Что-то Зловещее Почему Кстати Тут такой Почерк Маленький Везде Он нормальный А здесь Он просто Отвратительный И найдете Ответ Нет Бог в царстве Своем И все Спокойно На земле Варианты Моралиста В диалогах Дают Плюс 1 К боевому духу Это хорошо Лимит улучшений Повышается До 5 Логика Лимит улучшений Повышается До 5 Ну принять Конечно Но это Только боссы Я Боссы Плюсы Только боссы Здесь только плюсы И другого я не вижу Погодите еще минутку Ребят Я еще чуточку Убавил громкость Голосов Блин Я не знаю Пока что До этого Меня ничего Не раздражало Сейчас После обновы Меня начало Раздражать То что озвучивается Абсолютно все Вроде как Я убрал Все уже Не озвучивается Но почему-то Мои мысли Продолжают Озвучиваться И меня как-то Немножко не радует Так Тут у нас что Витрины с безделушками Ты видишь Неск Дождевиков На полке Под стендом С Круассаном И соком Дождевиков Ладно Дождевики Полностью прозрачные За исключением Огромной надписи Фрите На спине Упаковки Маленькие Незаметные Свалены Как попало Их так просто Умыкнуть Не волнуйся Витрина Не перевернется Сложно 28 А что это Где Что Девушка Перевешивается Через прилаг Чтобы увидеть Куда ты показываешь Эм Дождевики Не Если Если Ходить Купить Он Стоит Всего 4 Реала Она Постукивает По витрине Дождевики Терпеливо Ждут Чтобы Их Купили Уйти Погодите Ребят Я сохранюсь Я боюсь Что я поломаю Себе палец Пытаясь Вытащить Низкий шанс Только что Было 28 Не Черт Девушка Вся ушла В журнал Волосы Закрывает Ей лицо Обзор У нее Ограничен И она Не заметит Легкое Движение Руки Попробуй Стащить Упаковку Любую Просто Засунь Рука Засунь В рукав И О нет Сказано Сказано Же было Не роняй Его С громким Шлепком Что ты надел Это вы что Девушка Смотрит На упаковку На полу Та выглядит Довольно Жалко Лежа В пыли Урон По боевому Духу Спасибо Конечно Показалось Мне показалось Или мужчина Средних лет Только что Попытался Стырить Дожди За 4 реала Конечно Показалось Я ничего Не делал Серьезно Пластиковая Пончо Лейтенант Вздыхает И отворачивается Чувак В нас Разочарован Просто Полностью Продавщица Смотрит На тебя Но молчит Ну То есть Он не такой Уже Дорогой Типа Зачем Шутить Шутки С фритей За такой Мелочи Она говорит Шутить Шутки С фритей Как будто Это поговорка Или цитата Может Стоит Спросить У нее Об этом Позже Уйти И я Загружусь Не потому Что Я не Стащил Его Или что То Такое Потому Что Я не Хочу Портить Отношения С напарником Что Я не Подумал Про тот Аспект Что Украсть Будет что-то Не очень Хорошее Так Добро пожаловать Во фритей Раду предложить Широкий ассортимент Все такое Товары На полках Она Снова Утыкается В журнал Что Что За журнал Она читает Прежде чем Продолжим Что Такое Фритей Я не знаю Фритей Она пожимает Плечами Почему В названии Буквы Т Они Думают Что Дополнительное Т Добавляет Оригинальности Она Презерительно Переживает Жвачку Нифига Говорят Что Название Фритей С двумя Т Было Уже Занято Так Называли Магазин Мужской Спецодежды В Фредфорде Поэтому Когда Фритей Ритей Расстались Международ Разрослась Международная Корпорация Пришлось Добавить Лишние Буквы Чтобы Избежать Исков Так Ладно Че Это Что Это Журнал Это Она Смотрит На Обложку И Кричащие Яркой Фотографии Двух Целующихся Девушек Это Поп-звезды Там Типа Праздновит Людей Не Продается Похоже На Страни Страни Также Есть Раздел Полис Деля Моде Это Интересно Тупые Знаменитости Мне нравится Довольно Футуристично Постучать По фото Целующих Девушек Это Все Не важно А что За Полиция Моды Показать На обложку Мне даже Не интересно Вот Что за Полиция Моды Ну Типа Оценивают Прикид Известных Людей Не По фану Типа Жестко Так Она На секунду Задумывается Определяют Кто Самый Стильный Блин Вот ты Упоро Разговариваешь Налогом Так Хорошо И Кто Там Сейчас Номбо Уан Кто Вроде Этого Парня Вряд ли Вряд ли Вряд ли Ну Давай Вот так Не Мне Не нравится Полный Отстой Мы Не Из Полиции Моды Ким Смотрит На Тебя И Поясняет Мы Из Настоящей Полиции Ким Ну Че Ты Такой Серьезный Перец Ну Блин Ладно Продолжим У меня к тебе Есть вопросы Ладно Правда Мне Типа Особо Нельзя Ни с кем Болтать Но Она Откладывает Журнал В сторону Можешь Что-нибудь Рассказать О Трупе Грядет Озарение Вообще Суперски Да Как бы Ничего Не знаю Только Что Он Типа Есть Но Сама Не Видела Так Что Ты Знала Покойного Как Не особо Не особо То есть Немного Знала Не Вообще Не знала Давно Он там Не знаю Очень Давно Не Что По твоему Произошло Не знаю Че Не стоит Волноваться Голос Лейтенанта Звучит Успокаивающе И профессионально Это просто Стандартная Процедура Опроса Если Что-то Услышите Дайте Нам Знать Хорошо Ладно Почесывает Нас Спасибо За Помощь А можете Что-нибудь Рассказать О той Реальности В которой Мы Находимся Реальности То есть Какой Реальности Экономической Или Она Как Школьница Которую Неожиданно Вызвали К доске Сможет Ли она Ответить Да Расскажи Мне Об Экономической Реальности Да Я ничего Особо Не знаю Мне ж Пятнадцать Но Тебе Пятнадцать Фига Ся Как Было Пятнадцать Лет Отличный Возраст Чтобы Начать Интересоваться Экономической Реальностью Так Ладно А что Насчет Физической Реальности Ну Не знаю Что Вас Интересует Где Мы Мы В Афритене Я не имею ввиду Где мы Находимся Я имею ввиду Где мы Находимся В более Широком Смысле Как Человечество Или Как Народ Или Где мы В мире Мы В Ревошолине На Островолисском Изоле Спасибо Пожалуйста Че Сколько Времени Без Понятия Посмотрим Часы Позади Вас На стене На часах Десять Ноль Девять Стрелки Похоже Не двигаются Часы Стоят Как раз Хотел Вскочить Время Это не подходит Что такое Революция Это когда Народ Свергает Правительство И требует Демократии Как насчет То и что Была В Ревошоле Ну она Была Лет 50 Назад Вроде Простите Я не очень В этом Разбираюсь В истории То есть Коалиция Что это Мне сказали Что есть Такая Наше Правительство Или вы Про что-то Другое Извиняюсь Мне очень Мне очень Нужно Дочитать Эту Статью Она Постукит Пальцем По журналу Не буду Больше Донимать Тебя Ерундой За 50 Опыта Стоило Поколупаться В ее Голове Набитой Всяким Мусором Все До свидания Так Мысль Белый Траур Завершена Давай-ка Посмотрим Маленький Человечек Становится Все меньше И меньше Ты поднимаешься Над его Кукольным Мирком Ты А кстати Видите Здесь Ничего Не озвучено Потому что Это Не моя Психология Возможно Ты видишь Его В снегу На улице В магазинчике На углу И наконец В домике Не больше Спичного Коробка Раунсити Ту окна Белые цветы Стоят на Подоконнике Ты Отсюда Чувствуешь Их Запах Их Зловонье Белый Траур Современная Смерть Развод Или что-то Подобное Все что тебе Остается Это как можно Больше Отдалиться От него Сделать Еще меньше Сделаться А сделать Еще меньше Чтобы он Стал Менее Тобой Отдаление Камеры Плюс 20% А зачем Мне это Моторика Лимит Всех Навыков Повышается На 1 Принимаем Отдаление Камеры Плюс 20% То есть Мы раньше Вот так Видели Теперь Мы вот так Видим Ну Пожалуй Где-то В каких-то Моментах А что Такое Разноцветная Витрина С сигаретами Алкоголем Приглашает Подойти Поближе Бутылки Мерцают Будто Подмигиваете Сигарет Тоже Призывно Блестят С упаковками Ты будто В маленьком Раю Даже Колени Подкашиваются Блин Нам не надо Было Туда Там За темно-зеленым Стеклом Рубиновое Море Пропадает Зря Великая Полноводная Река Тепла Вина Пиво Вино Пиво Любовь Так Семь Местечко Чтоб Чтоб Пытаться Бросить Продавщица Смотрит На Полки Позади Себя Наверное Нет Поправляет Козырек Заблокируем То что У меня нет Тридцати Так Я обязан Предупредить Что алкоголь И сигареты Опасны Для здоровья Хотя Кажется Вы и так В курсе По моему Виду По моему Очень заметно Что это Опасно Расскажите Пожалуйста Подробнее Об этих Товарах Ну Я не в курсе Блин Ты такая Отбитая Просто На всю Голову Офигеть Так Хорошо У вас есть Какие-нибудь Особые Препараты Не Она Поправляет Волосы Под козыреком Фрите Торгует Только Разрешенными Законными Веществами Хорошо Тогда Понятно Все Валим Покупать Из этого Естественно Ничего не собираюсь Если игра Меня не вынудит Каким-то образом Применять алкоголь Покупать Я его Не буду Это Плохо И все Это Знают Так 21 Скоро все спать Кстати Лягут Блин Мне к тому А уже 21 09 Пойдемте Быстренько Возле Канала Где это Возле Канала Давайте Пяточку Где Это Возле Так Ты у нас Тур Тут у нас Лавочка На лавочку Мы спать Не пойдем Спасибо А это Вот этот Вот что ли Ой блин Мы тут Не были Еще даже Давайте Сначала Вот этот Район Посмотрим Который Без Ну там Тоже человек Есть Ладно Взять Все Спасибо Тут Нас Ломбард Трое Быстрые Деньги В Скоротечное Время Так Бак Взять Все Конечно Вы что Перчатки Это же Святой Шлюз На ремонте До Среды Ха Маслом Вниз Это Возмутительно Барри Ты меня Хоть Слышишь Блин Это вообще Своя Атмосфера В канале Мокнет Смятый Рекламный Щит Со словами Самарийское Масло Ха Ха Маслом Вниз Я понял Теперь Шутку По радостному Лицу Светлого Волоса У мальчишки На палатке На плакате Проходят Две Уродливые Полосы Рекламный Щит Упал На шлюз Так что Теперь Тот Не работает Потому что Не может Закрыться Ну-ка Визуальный Анализ Получилось Восстановить Событие Кстати А вот Это круто Это же Наша Машина Которая Удирала Она прыгнула На крышу Ну Заехала На крышу Из крыши Уронила Этот плакат Потому он Упал Круто Что мы Сюда Подошли Судя По силе Удара И направлением Направленным Линиям И сгоревшей Резиной Причиной Падения Стало Столкновение С моторной Машиной Ой Блин Сколько тут Всего Ладно Эти следы Похожи на те Что я видел Раньше У танцев В тряпье Осмотреть Кратер Осмотреть Крышу Лачуги Осмотреть Так Как я их Осматриваю Осмотреть Покатываю Металлическую Кровельную Панель Ну да Смотреть Сломанные Столбы Все таки Было Осмотреть Щит Но По этому Щиту По тому же И проехал И выехал С другой Стороны Щит Не дал Машине Упасть В канал Краска На рекламу Щит Самарайского Слова Глит Еще Свежей Это Говорит О том Что он Упал В воду Совсем Недавно Насколько Недавно Не Больше 72 Часов Назад Осмотреть Предположительный Противоположный Берег Погодите Не Больше 72 Часов Назад Но Труп Там Висит Уже На Протяжении Недели Вам Не Кажется Что Это Немножко Не Сходится Противоположный Берег Ну И тут Следы Вот И тут Да И какой Модели Была Это Так Машина На Большой Скорости Развернулась И укатила В Прибрежный Туман Кстати Тут Фигаси Водитель С управлением Справился И какой Модели Была Эта Гипотетическая Машина Есть Два Подходящих Кандидата Купри 40 И Линей G 22 Почему Купри 40 Размер Подходит И следы Шины Оставлены Узкими Покрышками Часто Встречающимися На этой Модели Мотокареты Логично Хорошо Купри 40 Очень популярная Модель Среди Банковских Служащих Развозчиков Пирогов Учителей Средних Школ Полицейских Переодетых Полицейских Стриптизеров Раздетых Стриптизеров Блин Короче Это популярная Тачка Почему Линей G22 Это легкая Но при этом Очень прочная Мотокарета И было бы Проще всех Уцелеть После такого Прыжка Ну В принципе Да Честно говоря По силуэту Который Здесь нарисован Это не похоже На Купри 40 Потому что Такая же У нашего Напарника Если я не Если я не Ошибаюсь Возможно Я ошибаюсь Хорошо Продолжить Модель G22 Не пользуется Большой популярностью Из-за Весьма Странных Пропорций Похоже Что дизайнеры Марки Слишком С ними Перемудрили Что теперь 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 придется Пойти по следам Чтобы подтвердить Гипотезу Нормить Лейтенант Посмотрел на тебя Ожидая Пока Закончишь Закончишь С анализом Теперь Хочешь Поболтать Да Чувак Есть теория О том Что здесь Стреслось Он смотрит На вас Похоже Кто-то Очень Спешил Как Безрассудное Нарушение ПДД Какое невероятное Безобразие Хотел бы Посмотреть На этого Лихачей Пожать ему Руку Похоже Кто-то Очень Спешил Как думаете Что это Была За машина Я бы Я бы Сказал Что Линнея Купри Великовата Для этого Он Впечатлен Вполне Вероятно Насколько Я могу Судить У меня Есть Кое-какие Предположения Кто Мог Это Устроить Кто Например У меня Этих Предположений Нет Погодите Я Без Понятия На самом деле Лейтенант Пожимает Плечами Мы Не Автоинспекция Может Вернемся К Расследованию Убийства Попробуй Сформулировать Убедительное Объяснение Действия Водителя С 83% Неудача Вы Че Издеваетесь Тебе На Приходит Очень Трогательная История Хреновая Правда Это Хорошо Люблю Хреновую Историю Может Не Стоит Рассказывать На самом деле Нет Ты Уже Рассказываешь Кем В общем Тут Произошло Следующее Водителя Жена Должна Была Вот Вот Родить Да Хорошо Очень Хорошо Говно Полное Выпивал С друзьями Когда ему Сообщили Он В Воспылал Отеческой Гордостью Сразу Завел Свою Линей И Помчался В больницу Да Да Вполне Могло Быть И так А теперь Идемте Мы же Не Мы же Не Автоинспекция Мы должны Привлечь Этого Водителя К ответственности Давайте У нас есть Следы Он вздыхает Ну если Это так Необходимо Завершить Беседу Это связано С нашим Делом Просто По какой-то Странной Блин Случайности У меня Не сработал Восьмидесяти Трехпроцентный Блин Шанс Ладно Ребятушки На этом Пока Закончим Тут еще Есть Чем Заняться Да и Блин Я хочу Сегодня Успеть Побольше Я имею ввиду Сегодня Игрового Дня А не Сегодня В реальной Жизни На этом Все Спасибо Что были С нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодушек Всем Покеда Молодушек Молодушек Продолжение следует